Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Желаю доброго утра, дня, вечера, кто в какое время суток нас может видеть. И, конечно же, хочу благословить от Небесного Источника, от Божьего престола, Божьим миром, Божьим смыслом, и Божьим присутствием. В Его присутствии тьма не может удерживаться. Поэтому всякая ложь обнаруживается. И когда мы начинаем день с Его присутствия, когда мы завтракаем вместе с Ним, когда мы приглашаем Его в наш день, тогда все коварные замыслы врага легко обнаруживаются и аннулируются. Если же мы сами бежим скорее жить и торопимся жить, и говорим «нам не до тебя, Господь, извини». Конечно, мало кто так говорит, скорее почти никто не говорит. Но образ жизни показывает на то, что до тебя нам времени хватает. У нас есть так много дел, так много важных дел, что, в общем-то, ну, извини. А может, даже и не извини. Просто я так живу, и все. Поэтому представьте себе состояние нашего Творца и Отца, который знает, что без Него нам легко попасть в любые сети. И потому он просто с утра уже взывает и говорит «остановись, побудь со мной, задай вопросы, или попроси о моей помощи, чтобы я тебе покрыл своим облаком славы, избавил от любого коварного замысла врага. Но для этого тебе надо попросить. Всякие просящие получают, и ищущие находят, и стучащему отворят. Поэтому будь в числе вот этой тройственной природы, которую, если ты просишь и не получил, начни искать причину, по которой ты не получил. И начни стучать так, чтобы ты получил результат. Поэтому Господь и сегодня продолжает говорить с нами о том, что у Него все звери, все птицы известны, взвешены. Но вот какой стих сегодня. Двенадцатый стих. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя Вселенная и все, что наполняет ее. Если бы я взалкал. Можно ли сказать, бывает ли Бог голоден? Наверное, в физическом плане, как мы, нет. А вот в плане отношений ему всегда были они важны. Он ради отношений сотворил человека. А человек был украден дьяволом. И поэтому он пошел таким для себя очень трудным путем, отдав сына своего, чтобы возвратить человечество к себе. Вот поэтому он голоден. Ему нужны отношения, ему нужно общение. Ему важны диалоги с нашим духом и с нашим сердцем. И поэтому он говорит, я бы тебя не просил, если бы я был голодный по отношению там зверей и животных. Но так как я себя завязал в эти отношения с человечеством, то мне важно, чтобы ты не уходил от меня далеко. Сын мой, сердце мне отдай. Это его зов через уста Соломона в книге притчи. Сердце мне отдай. То есть посвяти мне себя. Потому что когда ты посвящаешь время, когда ты посвящаешь свои мысли, когда ты посвящаешь свое сердце, для меня это ценно и важно. Я живу в таком сердце. Я веду диалоги в таком сердце. Я хочу общаться с тобой. И вот это для меня утоляющее голод отношения. Поэтому я хочу, друзья, чтобы мы понимали, а мы, как люди, можем утолить голод Отца по отношениям. Чтобы Он всегда, как, знаете, Он говорил о Ефреме, как заговорю о Ефреме, то сердце мое волнуется. Так хочется, чтобы Он о каждом из нас мог так сказать. Как только я помыслю о том или ином человеке, мое сердце волнуется. Мое сердце приходит в трепет, потому что я вижу сердце этого человека. И оно настолько предано мне. И оно настолько волнует меня, что как стоит только Ему позвать, и я уже скажу, вот я. А ведь мы хотим иметь ответы на молитвы. И поэтому Господь говорит, выстраивай отношения. Ответы на молитвы будут как следствие. Не тогда, когда ты только с каждой нуждой приходишь ко мне. Да, я знаю, в чем ты нуждаешься и слышу, но я хочу отвечать и быстро отвечать на отношения, когда сердце в этом есть. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты сегодня приглашаешь нас в эти отношения через Псалом Асафа. Я благодарю Тебя, чтобы можно Тебя просить о том, чтобы Ты был внутри нашего сердца, не как гость, не как прохожий, а как Царь на троне, как Господин всей нашей судьбы и воли, которую мы Тебе могли отдать и подчинить. Я благодарю Тебя, потому что Ты тот, Который слышишь и отвечаешь, и Ты говоришь, вызови ко мне, а я Тебе отвечу. Ты так любишь отвечать на сердце, исполненное верой и исполненное любовью. Благослови нас таким сердцем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok